СПОРТ, АДУКАЦИЯ, ДОБРОУПАРАДКОВАННЯ На Гомельщине протягивается обмеркование послания президента Беларуси до белорусского народа и национального схода. При этом каждый знаходит у завороте кероника державы тое, что хвалюе его больше за усе. Наши корреспонденты сострелись с представниками разных сфер. Спорт и здоровый ладжица. Сегодня наполнено ни одного человека, которого бы не тучилась эта сфера. В послании президента об ситуации в Гелине – шмат критики. За включением некоторых команд, низкие зарплаты спортсменов и тренеров и не завсюди задовольняющие выники выступлений. В нашем регионе генерация командами, повеслований на байдарках и каноя, лёгкоатлетами и дзюдоистами. Але при этом специалисты погаджаются. Идеализовать ситуацию не варто. Я полностью поддерживаю главу государства о том, что спорт – это идеология. Спорт – это имидж государства. И за имидж нужно платить. И государство в полной мере платит за этот имидж. Но, к сожалению, не всегда у нас это всё проходит. И главный должен быть вектор, как указал глава государства – это результат. Результат. Вот на это мы и должны работать. И не только результат в спорте, но и при этом, как он и отметил, должны быть и дворовые физкультурные комплексы. Полностью физическая культура в массе. Именно народ. Именно здоровье нации. Особливая увага системы адукации. Президент Пиракананы. Яя необходимо постоянно удосконаливать, а лени в каком случае – не ломать. Наши школьники и студенты показывают высокие выники на международных конкурсах и олимпиадах. За ведами в Беларусь едут представники больше как 100 стран света. Разом с тем, сегодня недостатково дать только веды. Необходно вырастить соправданного гражданина и патриота. Починать треба с раннего возраста. До закончения средней, тем больше высшей научной установы. Это должен быть у себя какого развития, запотребованных громадством человек. Недавно лично я и команда наша заняли призовые места на Республиканской юридической олимпиаде. И это открыло нам довольно широкие перспективы по дальнейшему трудоустройству. Лично мне хотелось бы в дальнейшем где-то заниматься на государственной службе. Но я надеюсь, что моих профессиональных навыков хватит для того, чтобы развиваться и выполнять основные задачи, которые представил нам президент в своей речи и двигать наше государство вперед. Частиня и эстетика – это не просто наш бренд, это стиль жития. Уреште – это здоровье людей. С этими словами, спасления президента полностью погаджаются у хойниках. Один из наибольших потерпелых у вынеку Чернобыльской катастрофы район сегодня развивается по всех на керунках. Что тышится доброупорядкование хойников, то тут саправды робится шмат. От проведения упорядок знаковых для райцентра и старичных местов до посадки парков на территориях, которые протяглый час не выкористовывались. Мы все без исключения отказны за наведение парадку и его поддерживание. Все должны улучшиться до этой работы. Мясовые улады, организации, предприемства и сами же хоры. Перекананы президент. На сегодняшний день в городе, в городском парке сделали хорошие интересные экспозиции из деревьев. Это и елку сюда добавили, и клён, и рябина очень красивые будут аллеи. Все пустыри, которые были на территории города, тоже заполнили деревьями. Дворовые территории тоже засадили деревьями. То есть работа эта еще продолжается, и мы будем и осенью продолжать эту работу. Олег Шинцеров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Йоген Макенко. Телерадо компания «Гомель». Будовництво новых вытворчих объектов, бесплатное харчевание наученцев и оховные мероприемства в агропромысловом комплексе. Сегодня у Гомеля прошел брифинг, присвеченный выникам реализации державной программы по ликвидации наступства катастрофы на ЧАЭС. Зараз в Беларуси реализуется шестая держпрограмма. Причем, когда первые четыре были накированы на отражении потерпелых территорий, то две опошния на их социально-экономичное развитие. При этом за опошния 8 годов на выплату компенсации, продоставление и льготу Гомельской области было выдатковано больше, как 650 миллионов рублей. Треть этой суммы накирована на бесплатное харчевание наученцев. И еще около 460 миллионов выдатковано на социально-экономичное развитие районов, у тем лику жильевые будовництва, газификацию и водозабеспечение. Сярод приоритетов инвестирования – мероприемства, которые непосредственно вплывают на экономику регионов. У приватности разговора идет о будовництве объектов сельско-господарчих опрозначения, перш за усе сучасных живелогадовщих комплексов. При этом особливая увага надается проведению охоленных мероприемств, что соединяет отриманию нормативно чистой продукции. Любой продукт, который мы выращиваем, он абсолютно безопасен. Для нас это не только здоровье, но и экономика. Потому что, понимаете, если где-то проскочит у нас грязная продукция, это будет большой экономический урон для Гомельской области. Мы и так являемся пострадавшими, а для нас это будет удар. Поэтому этой теме поставлена, скажем так, самая жесткая система безопасности в мире. Мы общаемся с нашими коллегами из Японии, с России, с Украины. Мы в странах Европейского Союза, Германии, Италии. Такого жесткого норматива, как у нас нет в мире нигде. Неякосная российская нафта привела до выхода со строю дорогого обсталявания на Мазырском НПЗ. Как поведомили на предприемстве, на протягу опошних некоторых дней завод перепрацовывает нафту-готунку «Уралс» с высоким утриманием хлорорганики, которая володает повышенной коррозийной активностью. И это отбилось на работе обсталявания. Отбилось коррозийное разбурение теплообменных трубок. Пришлось оперативно проводить ремонт. Не глядя на возникающие проблемы, связанные с коррозийным взносом обсталявания, Мазырский НПЗ по-ранейшему выпускает товарную продукцию, которая, соответствует международным стандартам якости, в полном ассортименте. Подкреслили на предприемстве. Шесть год тому, в этот день, был подписан указ об створении Державного комитета судовых экспертиз. С нагодой профессийного свята сенья в управлении комитета по Гомельской области отбился урочистый сход. Сирот территориальных подразделений у Гомельской – у лидерах по колькости проводимых экспертиз. За минулый год специалисты управления здействовали больше за 45 тысяч доследований. Что год – отзначается повышение якости працы и скорочение терминов выконания экспертиз. Узмацняется так само и материально-техничная база. Экспертам становятся доступны новые виды доследований. Зараз их больше, как сто. В экспертной службе заденечены представники колесорака специальностей. Лепшие осенья узнялись на сцену за узнагородами. Наш комитет достаточно молодой. Я прохожу в нем службу. И мне приятно, что мои труды оценили по достоинству. Для меня это большая честь. В нашей работе главное – объективность. Мы стараемся соответствовать, сохранять объективность, так как от заключения эксперта зависит жизнь, судьба человека. Больше 270 доследований представили удельники другого Полесского адекватного и наукового форума. Он прошел в Мазырском Державном педагогическом университете имя Ивана Шамякина. Форум, присвеченный 75-ти годзю университета, объеднал больше, как 100 педагогов и 170 наученцев у стану адукации Гомельской и Минской областей. Интерактивные пляцовки, выставочные экспозиции, тренинги для педагогов и сотни удельников. Мазырский Державный педагогическом университете принимает гостей другого Полесского адекватного и наукового форума. Выкладчики-наученцы двух буйных областей Гомельской и Минской собрались, как погутарить, поделиться напрацовками, обменяться практичным опытом. В центре уваги темы актуальны для сферы адукации. Это, например, новые технологии в работе с учениками, которые имеют порушения мовления. Основной целью данного мероприятия является привлечение молодежи в научную деятельность, развитие их способностей исследовательских, познавательных способностей, расширение его кругозора. Конечно, это мероприятие играет большую роль в развитии нашего образования, нашего Полесского региона. Прежде всего, здесь, в этом году мы сформировали наше мероприятие из двух частей. Первая часть – это конкретно для школьников. Они готовят свои доклады, защищают их, участвуют в конкурсе. И лучшие победители конкурса будут поочеренны сертификатами и наградами. Самые молодшие удельники Полесского форума делились напрацовками подчас презентации выстав на секции юных доследших. Заявлены десятки интересных тем от подскросинга до национальных традиций и экологичных проблем. Во всем мире растет интерес к наследию. Так и в Республике Беларусь. В 2019 год был объявлен год до малой родины. Ведь без прошлого, без корней нет будущего ни одного народа, ни у человека, ни у семьи. У нас дома есть прабабушкино полотенце, которое хранится у нас уже много лет и передается из поколения в поколение. От бабушки я узнала, что это полотенце называется ручником. Бабушка рассказала мне, что это полотенце – наша семейная реликвия. Ручник, которому много лет был подарен бабушке, моей прабабушке Евгении Михайловне к свадьбе. Наша тема – бытовые отходы, как экологическая угроза. Наша цель – получение представления о разнообразии мусора, о возможных способах его сортировки и утилизации, а также вторичное использование. Мы хотим с моей сестинкой, чтобы люди правильно сортировали мусор и чтобы не было загрязнений. Для педагогов на форуме – иншая программа. Им пропоновали принять удел у тренингах педагогической майстерни. Катярина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Прописнов, телеканал Мазыр. Специально для телерадио-компании «Гомель». Сегодня у регионе стартовала акция «Гомельщина за здоровый лад життя». Все лето яна присвечена профилактице травматизму. Подадзенных сусветной организацией «Аховы здоровья» на травмы приходится каля 10% агульной смиротности у свете. Разом с хворобами системы кровозвороту и онкологичными захворываниями травматизм уваходзить у тройку головных причин смиротности у Беларуси. Что год в Украине травмы отрымливает каля 800 тысяч человек. Прикладно 16,5% выпадков здарается с детьми. Переважают бытовые травмы. Их больше за полову. Затым идут в уличные и школьные. В рамках акции, которая протягнется до 25-го красовика, будут працевать промые телефонные линии с консультациями таких специалистов, как травматолог, подлетковый нарколог, психолог и психиатр. С номерами телефонов можно ознайомиться на официальном сайте в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. В областном центре народной творчести открылась выстава икон Дмитрия Салмыгина. Экспозиция под названием «Светлый образ» промеркована до надыходящего великодного свята. Дмитрий Салмыгин народился в Смоленске и мая профессийную мастерскую адукацию. До иконопису он вернулся в 1995 году, когда увидел, как сябра реставрует образы. Когда Дмитрий переехал в Гомель, он познайомился с традицией ветковских майстров. Начинал так само с реставрации. Займался оформлением некольких храмов на приклад Свято-Ильинской церкви у Гомеля. На экспозиции представлены иконы, стилизованные под Долнину. Я работаю с женой, я не один делаю эти вещи. Чиновую работу, всю такую подготовительную. Она ближе лики, руки. Остальное все, вот эти чеканки, золото. Потом для трещинок все это делаю я. Зараз Дмитрий Салмигин выкладает в Гомельском профессийно-техническом колледже народных мастерских промыслов. Убачить его образы в Центре народной творчести можно до 14 мая. Это и другие новины вы можете узнать на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. За выходные было много происшествий, поэтому начнем по порядку. В Реческом районе в сгоревшей траве нашли очередного погибшего. Тело мужчины обнаружил мастер Гомельского отделения Белорусской железной дороги, когда пытался самостоятельно потушить пожар в 300 метрах от станции Василевичи. Личность погибшего устанавливается. К слову, в этом сезоне на территории региона это уже четвертый случай гибели в результате выжигания сухой травы и растительности. Причина возгорания сухой растительности – неосторожное обращение с огнем. Точная причина смерти и все обстоятельства произошедшего будет установлена в ходе проведения проверки Реческим районным отделом Следственного комитета. Скорее всего, был поджог. Такая версия ЧП рассматривается в Речице, где в субботу горел легковой автомобиль. В одном из дворов райцентра загорелась легковушка, но спасатели вовремя прибыли на место происшествия и потушили пламя, которое быстро охватило автомобиль. Уничтожен салон и моторный отсек. Милиция ищет владельца. А это уже Рогачевский район, деревня Большая Урушиновка. На записи видеорегистратора – пожар в моторном отсеке грузового автомобиля. К моменту приезда МЧС пламя уже бушевало и в кабине. Но рвануть не успело. Спасатели ликвидировали огонь за несколько секунд. По линии ГАИ также череда происшествий. В Гомеле мотоциклист попал в больницу после проезда перекрестка на Речском проспекте. Байкер столкнулся с автомобилем «Мерседес», который двигался по улице Косырева и завершал проезд перекрестка. Мотоциклист госпитализирован. Устанавливаются виновные. Два пешехода попали в больницу и один погиб. В Гомеле на пешеходном переходе пострадала 48-летняя женщина. На нее наехал «Опель Вектора», а в Светлогорске – пенсионерка. Выполняя поворот, ей не уступил дорогу водитель Ниссана. Еще одно ДТП произошло в деревне Милошевичи Лельческого района. Водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат» и двигаясь по улице Советской деревни Милошевичи Лельческого района, совершил наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть пешехода, который двигался в попутном направлении изначально, при наличии тротуаров с другой стороны проезжей части. В результате происшествия данный пешеход получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. И это вся информация на сегодня. Оставайтесь на «Беларусь-4». Эфир телеканала «Беларусь-4» «Гомель» продолжает новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Заявка на чемпионство. Очередное сражение «Гомеля» и «БНТУ» «БелАЗ» практически предопределило судьбу главного трофея белорусского женского клубного гандбола. Поединок проходил в «Гомеле». Мощная задняя линия команды Константина Шароварова, как всегда, в атаке старалась. Полусредняя «Менчана» Кортихович и Янковская на двоих наколотили 16 мячей. А вот передняя по чин своих одноклубниц не поддержала. Одна из причин тому – отменная дисциплина гомельчанок в обороне, перекрывших кислород соперницам у линий площади ворот. Вратари также политех не выручили. Как итог – поражение в важном поединке. А вот у подопечных Тома же Чаттера все получилось. Под одобрительный гул трибун точными бросками в отчетном поединке отметились 11 гомболисток. Голкиперы также отработали без особых нареканий со стороны тренерского штаба. Итоговая крупная победа – 33-24. На домашней площадке ты намного увереннее играешь, поддержка зала, сегодня болельщики, 50% – это благодаря им. Эти эмоции ты получаешь, у тебя уже накат в порыве, ты уже не думаешь, не боишься ничего, хочешь показать красивую игру. Вот сегодня наша команда, я думаю, получилось все это сделать. Хочу поздравить девушке за 45 минут игры, последних 15 минут недовольны. Мы готовили защиту, просто 6-0 в этот раз, не как в прошлый раз 5-1 в Минске, просто 6-0 компактно, с выходом до 9 метров. Большинство это получилось нам. Что касается нападения, могу сказать, да, отыграли очень дисциплинированно. До завершения чемпионата Гомеле БНТУ БелАЗ встретятся еще дважды – 4 мая в Минске и 15 мая в Гомеле. Дружина Томожа Чаттера имеет комфортное преимущество в 4 балла. Чтобы оформить чемпионство, гомельчанкам достаточно не проиграть хотя бы в одном из двух этих поединков. У БНТУ задача куда сложнее. Необходимо не только дважды победить, но и сделать это с общим преимуществом в 17 мячей. Четвертый тур чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги не принес очков представителям нашего региона. Мозырская славя в родных стенах играла с Борисовским Батэ. Мозыряне уже на третьей минуте открыли счет. Максим Слюсар был точен с 11-метровой отметки. Трех минут на старте второго тайма хватило действующему чемпиону, чтобы обеспечить нужный для себя результат. Станислав Драгун и Максим Скавыш своими ударами принесли победу гостям 2-1. Судьбу напряженного поединка между Гомелем и Солигорским шахтером решил один гол. На 81-й минуте вышедший на замену форвард Горняков Николай Януш принес викторию своей команде. В турнирной таблице «Зелено-белые» на седьмой строке «Славия» на 11-й и в пятом туре Мозыряне 25 апреля играют в гостях у Брестского «Динамо». А Гомель 27 апреля отправится в гости к Ислаче. Гомель принял первый межрегиональный кубок Института Конфуция по Ушу. В турнире участвовали семь команд из нашего областного центра, Бреста и Минска. Всего за медали боролись около 70 спортсменов. В таком формате эти соревнования проводились впервые. Здесь атлеты выступали в различных групповых и командных видах Ушу. Это действительно впервые в Республике Беларусь соревнования, в которых выступают дети именно в командах. Оценка выставляется именно за синхронные, за командные выступления, за командные действия всех Ушуистов. Дети в различных костюмах, у детей разная техника, южных направлений, северных направлений, направлений шаолинь, направлений тигра, змеи. У нас сложилось очень хорошее отношение, сотрудничество. И я думаю, что Ушу играют очень важный лорд. Я думаю, что будет еще лучше. Мы сейчас планируем, чтобы сюда приехали из Китая команда танцев по Атаргона. По итогам соревнований в групповых выступлениях «Золото» и «Серебро» завоевали гомельские клубы. В театрализованных поединках среди мальчиков первое место заняла пара Денис Шаньков и Роман Ильенков. Среди девочек Злата Гаврилова и Анита Генькова. В категории традиционного Ушу в своих возрастных группах победили гомельчане Ника Сазоненко, Тимур Голды и Алексей Емельяненко. В парных синхронных выступлениях гомельская пара Владислав Пономарев и Анастасия Шачукова завоевала серебро. На этом пока все. С новостями спорта познакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.